Споры в интернете насчет крутости той или иной операционки не утихают уже последние лет 10. Стоит ли мне переходить на мак? Стас, привет, вдохновился в твоем видео, скажу, а стоит ли мне... Я, еб... Стоит или нет? Если линукс это вотчина кодеров и гиков, то винду и макось мы, простые юзернеймы, любим сталкивать лбами. Одни с пеной у рта доказывают, что макось отстой, потому что не поддерживает игры, а другие кричат, что на винде может работать только тот, кто не проникся магией Эппл. Так есть ли вообще смысл переходить на совершенно новую для себя платформу или старое ведро с китайским железом и пиратскими программами, все еще топ за свои деньги? Добро пожаловать на Телблогнет, и сегодня ты увидишь батл Windows против МакОс. Раунд 1. Целесообразность. Как бы банально это ни звучало, а при покупке нового компа ты должен понимать, для каких целей будешь его использовать, если решил серьезно развиваться в IT-сфере, дизайне или монтаже тяжелых видосов, и железо соответствующее не помешает. Хотя куда важнее грамотно подобранный софт. На маке проги работают в основном быстрее и стабильнее, чего не скажешь о его возможностях в плане гейминга. В мире еще остались люди, которые жалуются, что купили макбук, а он ничего не умеет. Под ничего имеются в виду, собственно, игры. Ты не сможешь играть в игры, ты игры, 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 они не оптимизированы игры. Идите нахуй своими играми. Главный адепт МакОс довольно точно подметил один момент. МакПро это продукт в себе, его не надо сравнивать с компьютером, на нем не надо играть, это устройство, которое покупают под конкретные задачи. То же самое можно сказать и обо всех продуктах Apple, которые используют МакОс. И если профессиональные компы покупаются для работы с графикой и видео, то ноутбуки скорее для мобильности и комфортной работы от батареи. Как ни крути, а современные MacBook Air или прошки при не самом слабом железе без проблем тащат по 6-8 часов, когда львиная доля ноутов на винде живут процентов на 30-40 меньше при сопоставимой производительности. А все потому, что Apple заморачивается над оптимизацией софта под конкретное железо. Ну и еще потому, что заряд аккумулятора расходуется гораздо экономнее в спящем режиме. Но стоит ли яблочное железо своих денег? И вообще, Телблок, ты начал за операционки, а теперь втираешь нам про компы и ноутбуки. Это, извините, куда деваться. Это ведь закрытая экосистема, где одно не может полноценно работать без другого. Я уже чувствую, как сейчас ты начинаешь строчить комменты про то, что можно накатить как Интош. Ну да, конечно. Обычный способ, он тоже достаточно-таки прост. Вы должны просто скачать загрузчик, замутить себе систему маковскую и желательно маковский компьютер, поскольку из-под винды все это делается, ну, несколько сложнее. И это я не говорю о танцах с подбором комплектующих, плат расширения и адаптеров, которые могут топа не заработать на паленой макоси. А насчет окупаемости все максимально просто. Если девайс на макос отбивает себя за несколько месяцев работы, тогда есть смысл покупать его как раз для профессионального использования. Мой знакомый специально взял мак, потому что серьезно занимается музыкой. Когда он поставил Logic Pro, то чуть не рыдал от счастья, потому что все под руками. А другой вообще не мог обойтись без этой машины, потому что пишет программки для iOS и в Xcode заходит чаще, чем в браузер. Как ни крути, опилить музыку или кодить на маках гораздо удобнее, благодаря профессиональному софту. В остальных случаях гораздо проще и дешевле собрать комп на винде. Сильно сомневаюсь, что каждый второй здесь программист или великий дизайнер. Нам, обычным пользователям игры, бы на высоких настройках запускать и видосики на ютубчике смотреть. А для этого хватит системника за 50 косарей, собранного самостоятельно из доступных комплектующих. Ну а где брать операционку и пакет программ для работы, ты и сам прекрасно знаешь. Если подытожить, то макос во многом интереснее и лучше Windows. Но стоит такой набор крайне дорого, даже если говорить о базовых версиях компов и ноутов. Да и нужен подобный конфиг единицам. С точки зрения расхода средств здравого смысла, операционка от дяди Билли гораздо предпочтительнее. А потому результат первого раунда. Windows 1 балл, макос 0 баллов. Раунд 2. Назначение. Как уже было сказано ранее, каждая операционка заточена под определенный набор задач. У них, конечно, есть базовый софт, которого тебе с головой хватит для просиживания штанов за бесполезным рассматриванием видосов. Но если говорить о полноценной работе, здесь картина уже меняется кардинально. Никогда не задумывался, почему подавляющее большинство топовых блогеров, музыкантов и разработчиков сидят на маках. Естественно, потому, что надкусанное яблоко круче смотрится в кадре. Особенно, если предварительно упомянуть о том, что у тебя топовый макбук про последнего поколения. А это мой новый макбук про 16 дюймов. Ладно, Рофла, это хорошо. Но я на своем опыте понял, что монтировать ролики гораздо быстрее именно на макос. Final Cut Pro не пальцем делан. Получилось, ну, больше сотни гигабайт. И все это, естественно, монтировал Final Cut, потому что Adobe Premiere просто бы не вывез это на макбуке, да и на гораздо более мощном компьютере. Он на изи тянет максимально сложный видеопоток, который большинство редакторов под винду просто не вывезут. Либо тебе придется собирать кумб минимум за 3-4 тысячи баксов, и тут ты вдруг осознаешь, что девайс от Apple обойдется даже дешевле. С другой стороны, назвать макос полностью идеальной для работы нельзя. Привычный Microsoft Office для маководов будет иметь некоторые особенности. Как минимум, отсутствие полезных для некоторых приложений Аксесс, Поблишер и совсем слегка урезанный функционал в остальных приложениях пакета. Чертежники также могут страдать на макос, хотя бы потому, что здесь нет таких программ, как Компас и 3ds Max. А распиаренная клавиатура-бабочка на макбук 2016 года... Полное говно. ...еще и залипает постоянно. Я прекрасно понимаю, что далеко не все монтируют ролики в 4К с кучей дорожек и эффектов. Кому-то из старенького компана Windows хватает с головой, чтобы пилить обзоры, снятые на какой-нибудь Xiaomi в Full HD с криновым освещением. Так что в этом раунде объявляется паритет, а потому промежуточный счет батла. Windows 2 балла, макос 1 балл. Раунд 3. Удобство эксплуатации. Сколько раз я слышал от знакомых, что их компы на винде начинают тормозить уже через полгода после установки операционки. При этом не спасают ни обновления, ни установка SSD. Тю жизнь так было. Ты собираешь коробку с Windows, и через 3 месяца нужно его переустанавливать. А потом оказывается, что в автозапуске висит столько программ, что системник просто взлетает при нажатии кнопки включения. И в качестве бонуса установлены всякие Amigo, Яндекс.Браузеры с кучей расширений и прочий хлам. И дефект его заключается в том, что когда его запускаешь, очень сильно, может быть слышно, да вам, очень сильно гудит вентилятор. И в такие моменты реально завидуешь маководам. У них нет вирусов, а операционка работает как часы даже через пару лет после установки. А все потому, что тебе не надо вносить изменения во внутренние процессы MacOS. Тут вы никогда не столкнетесь с установкой драйверов. Они просто вшиты на уровне операционной системы. Если что, обновления операционки полностью бесплатные. Ну как бесплатные? Они входят в стоимость компа или ноута от Apple. А все последующие версии MacOS ставятся на изи, и никто из тебя бабло не выкачивает. Майкрософт же на своем официальном сайте открыто говорит, что обновление до десятки теперь платное, и вообще рекомендует купить новый компьютер. Процесс установки гораздо проще, и в 99% случаев твоя система запустится без танцев с бубном. А теперь вспомни, какой срач начинается в интернете после очередного обновления для десятки. Да чё уж там, я и сам всегда вырубаю обновы, как минимум потому, что после очередного апдейта у меня просто перестала загружаться винда. Майкрософт в своем репертуаре. И вроде бы все намекает, что MacOS гораздо стабильнее и лучше во всех отношениях. Да хрен там плавал. Первое, с чем всегда сталкиваешься при переходе на продукт от Apple, совершенно другая файловая система, к которой не подходят все твои флешки, внешние жесткие диски и прочие девайсы для передачи информации. Приходится придумывать костыли с переносом данных, форматированием из НТФС в XFAD и созданием гемора на ровном месте. Облачное хранилище вроде iCloud никто не отменял, но что делать, если у тебя только документация на 200 гигов, плюс куча видео и фоток, которые занимают пару терабайт. И раз уж зашло дело о подключениях, то зацени, как начиная с 2016 года страдают все маководы. Я понял, что покупаю этот макбук, мне сразу надо приобретать и переходники. Тупо 4 Type-C вместо привычных USB 3.0, HDMI и Ethernet. А если посмотреть в сторону аксессуаров, то там все еще хуже. Просто взгляни на цену этой мышки и клавиатуры. И если обычную мышь с привычными кнопками и колесиком ты еще можешь подключить без особых проблем, то с клавой уже не получится. Тупо из-за того, что на винде и macOS разное сочетание клавиш и набор и команд. За короткий левый шифт можно спокойно расстреливать. Чтобы на него попадать мизинцем, хотя бы с точностью 8 из 10, нужно быть или пианистом, или с отклонениями в моторике рук. Ты просто бесчувственная скотина, если не плакал на этом моменте. На маке система никогда не покажет код ошибки, если что-то пошло не так. На винде хотя бы синий экран есть, где сразу понятно, что поломалось. А тот либо догадывайся сам, либо неси чинить. А что действительно удобно на macOS, просто офигенная экосистема. Но это ты почувствуешь только в том случае, если у тебя несколько гаджетов от яблочной конторы вроде смартфона, планшета и умных часов. Но все эти дополнения не относятся непосредственно к главным задачам системы. Тут уж как ни крути, а собрать комп самостоятельно, накатив на него винду, может любой школьник. И с софтом гораздо меньше проблем. Как бы нам не хотелось похвалить macOS за удобство и высокую производительность, реалии таковы, что позволить себе новый гаджет от Apple может далеко не каждая, поскольку подавляющее большинство наших подписчиков еще и геймеры. Предугадать результат батла несложно. Windows 3 балла, macOS 1 балл. За такой исход проголосовали более 90% аудитории нашего паблика ВКонтакте. А какую операционку считаешь самой крутой именно ты? Или все говно и собираешься запедалить свою? Пиши об этом в комментариях, и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые горячие батлы Ютуба. Также заглядывай в наш паблик ВКонтакте, ведь там мы регулярно вместе общаемся, проводим голосование по новым темам и орем над угарными мемчиками.